Девушки отдыхают Пропагандой и культуры и пропагандой нашего исторического места, которым является музей-заповедник, город Келенинский и территория, самих город Келенинский, ближайшие территории в составе нашего муниципалитета, мы в первую очередь, конечно же, прививаем любовь к нашей родине. Джазовые сезоны – традиционное место встреч почитателей культуры экспериментальной музыки. Название фестиваля уже стало брендом, а состав участников – международным. Идейный вдохновитель, народный артист России Игорь Бутман на этот раз собрал на одной сцене не только музыкантов разных направлений джаза, но и из разных концов света. К нам приехал еще один гость, молодой афроамериканский музыкант Касима, который, как мы говорим, называем его будущим президентом Америки, не только я, его называют Уинтон Марсалес. Он блестящий гитарист, но интересуется политикой. Он приехал сюда для того, чтобы, может быть, найти какие-то молодежные пути налаживания отношений наших стран. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Московской области, которое делает многое для развития культуры в регионе. То, как отбирает Игорь Бутман каждого из исполнителей, и иностранцы, наши гости, вот американцы отметили, что уже, конечно, знают о фестивале, потому что смотрят же, кто принимал участие, а там суперзвезды. Это репутация, и это ни в коем случае нельзя терять. Многие из зрителей настолько полюбили фестиваль, что приезжают сюда каждый год, причем не только из Московской области. Мы имеем же костяк наших посетителей, узнаем их в лицо, и вы не поверите, вот встречаясь из года в год, как родные люди, давно не видевшись, все мы разные, но настолько интересная публика, которая проникает в атмосферу и музыки, и нашей усадьбы. Зрители расположились на поляне перед сценой. Кто-то на стульях, другие на пледах и надувных матрасах. Возможно, именно объединяющая всех любовь к джазу помогла разогнать тучи и остановить начавший накрапывать дождь. Я вообще издалека, я из Сибири, и так получилось, что мне просто вчера захотелось зайти посмотреть концерты Игоря Бутмана, обратила внимание, что есть такой фестиваль. С удовольствием взяла билет, с удовольствием приехала, с удовольствием слушаю, в общем, все очень хорошо. Отлично. Фестиваль, каждый год на него хожу. Игорь Михайлович большой молодец. Вот так держать. Организация, да, нравится, супер, все подсказали, откуда и как добраться. Бесплатный автобус, я слышал, включили. Супер. Организация прям радует. Постоянно посещаем мероприятия джазовые. Поэтому не было мысли, взяли билеты и сразу приехали. Одним из самых долгожданных выступлений стал дебют на горкинской сцене Валерия Сюткина и его оркестра «Лайт Джаз» с программой, в основном состоящей из ретро-шлягеров советских лет. С Игорем Бутманом нас связывает давняя дружба. Поэтому сейчас, когда Игорь сам организовывает фестивали, я стал более востребованным. Скажем так, раньше как-то думали, что играет рок-н-ролл и пусть играет. А мы, кстати, рок-н-ролл тоже отлично мог бы здесь прозвучать, но разные форматы. И все же рок-н-роллные мотивы со сцены прозвучали, чем очень порадовали собравшуюся публику. Джазовая музыка не смолкала над усадьбой музея-заповедника все выходные. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.